Всем привет! Сегодня посмотрим, как трансформируется ваш жизненный сценарий. Какие преобразования вас ожидают в жизни. Трансформация вашего жизненного сценария. Посмотрим, что будет происходить. Во что трансформируется и к чему все сейчас идет. Карта звезда все идет к исполнению ваших надежд, к реализации чего-то важного для вас. Ну и к судьбоносным моментам каким-то. Однозначно карта звезда про судьбу, про что-то важное, оказывающее влияние на дальнейшую жизнь. Возможно, в прошлом были обстоятельства, которые как бы увели вас от исполнения, от реализации чего-то. Также могла быть, знаете, с вашей стороны некая жертвенность. Когда мы действуем, живем в целом в угоду чему-то, каким-то обстоятельствам, либо людям. То есть приносим жертву. Жертву обстоятельствам, либо конкретным людям. Конечно, с целью удержать ситуацию, не позволить ей разрушиться, перейти в какой-то иной формат и так далее. Ваши попытки удержать стабильность могли ознаменоваться тем, что вы это потеряли. И все-таки оно пошатнулось, оно все-таки показало свою непрочность. Но настает время, рано или поздно, оно настает, когда человек возвращается на свой путь. На путь, где все-таки его ждет реализация. Вот, видимо, что-то в вашей жизни вы еще не реализовали. Что-то не исполнилось в вашей жизни, что-то не произошло. Вот важное, судьбоносное. Что-то вы не познали еще. И вот карта звезда, она, в общем-то, говорит о том, что впереди у вас такой вот момент, когда вы ко многим моментам, к которым раньше относились как-то скептически, с недоверием, что не брали в расчет, что не рассматривали как какой-то оптимальный вариант для себя. Вы это будете, ну это будет как путеводная звезда ваша. То есть те моменты жизни, на которые вы никогда не опирались и не думали, что это может иметь для вас какое-либо значение, вот поймете, что это имеет значение. То есть те какие-то скрытые моменты, скрытые от вашего взора, которым вы не придавали должного значения, они как бы выходят на поверхность. И таким образом вы получаете возможность исполнить свою мечту, приблизить какую-то реализацию, да, может быть, какой-то жизненный проект вы хотите реализовать, но жизнь повернула так, что вы должны были в какой-то период своей жизни от этого отказаться. Но сейчас вы возвращаетесь на эту стезю и вас ждет исполнение. Трансформация вашего сюжета. Ну вот смотрите, идет четкая линия, да, трансформация показывающая. Восьмерка, мечи и карта человека, который находится в рамках каких-то обстоятельств. Это карта не свободы, это карта сложностей. И вот из этого состояния вы выходите, в общем-то, к вашей звезде, к вашему исполнению. То есть вот перед вами сейчас картина вашего прошлого и будущего. Да, вот когда перед глазами эти моменты, их легче анализировать, легче на это посмотреть, понять разницу, да. Восьмерка, мечи и карта человека, который был очень сильно ограничен в чем-то. Я уже упомянула такой момент, что вы могли как бы в жертву себя приносить обстоятельствам, либо людям. Надеясь где-то в глубинах своей души, что это принесет вам ответную реакцию, да, обратную связь. Вы могли отчаянно дарить добро, при этом ожидали, что люди в тяжелый период вашей жизни оценят это, и кто-то ответит вам добром. Но этого не произошло, этого не случилось. И осталось лишь чувство разочарования от напрасно потраченного времени, да, от нереализации чего-то. Но именно из этого состояния, такого глубинного отчаяния, у вас будет переход судьбоносный в состояние человека, сумевшего очень многое реализовать, очень многое изменить. Переход из состояния ограничений каких-то и душевных метаний. Переход к реализации чего-то, да, к достижению какой-то цели, каких-то высот, исполнению ваших желаний. То есть вселенная возвращает вас на ваш истинный путь, вашу истинную дорогу, где вы, в общем-то, и должны были бы находиться. Что еще карты нам расскажут? Так, ну, дьявол. Дьявол, конечно, про негатив, наличие негатива имело место, возможно, в прошлом. И эта история до сих пор тянется. Ну, это какие-то преграды, ограничения, опять же, да, которые стояли перед вами. Но причина этих преград – это негатив, это негативная энергетика, это какой-то поток грязи, который на вас обрушивался. Это может быть зависть, это может быть намеренные какие-то действия магического характера, да, чёрная магия была применена против вас, возможно. В образе дьявола может быть также и конкретный человек, который просто желал вам зла, желал вашего падения в жизни, желал, чтобы вы никогда не достигли вот этой звезды. То есть здесь поток негатива, который ограничивает серьёзно ваше движение вот к этой звезде. И получается так, что у вас обходной путь какой-то открывается, да, то есть как бы по прямой дороге вы не можете прийти к своей звезде. Но есть обходной путь, то есть через какие-то ограничения, через период отчаяния, познания жизни, да, отчаяния, периоды вот такие сложные, трансформационные, они всегда нам, ну, открывают что-то, да, мы познаём жизнь через это. Мы открываем в себе какой-то потенциал, мы начинаем перезагружаться, мы начинаем что-то менять в своей судьбе, в своей жизни. Вот такой момент у вас был, но толчком стал негатив какой-то, большое количество негатива, которое имело место. Сейчас в вашем пространстве есть ли негативные люди, негативная энергетика? Ну, карта умеренности, я бы сказала, что сейчас ваше пространство относительно чистое, здесь нет каких-то моментов, которые могли бы вам препятствовать сегодня. Хорошо, но всё-таки есть ли преграды какие-то, которые мешают вам трансформироваться в новую дорогу? Есть ли преграды? Ну, вот преград нет, восьмёрка жезлов, тоже карта движения, развития. Это, данная карта говорит о чём? О свободном течении энергии. Восьмёрка, да, число бесконечности, свободного течения энергии. Ну, и восьмёрка, конечно, это как точка отсчёта, да, вот от чего-то вы ушли когда-то, от своей удачи, от своего благополучия. Но вы к этому всё равно придёте. Вы к этому придёте. Два круга восьмёрки, они об этом говорят, да, откуда человек уходит, он, в общем-то, туда и возвращается, рано или поздно. Сейчас процесс у вас, какой в жизни идёт, какой процесс, больше вы от прошлого зависите, либо от будущего уже. Ну, я бы сказала, что здесь много сейчас моментов случайного характера у вас происходит, и обращать внимание нужно именно на эти моменты, на что-то случайное, да, что внезапно входит в ваше пространство, что, может быть, вас удивляет, на что вы никогда не обращали внимания, но это даёт о себе знать, как о чём-то важном, да. Вот на такие моменты надо обращать внимание, потому что очень много будет таких событий, которых вы не ждёте. Вот здесь колесо фортуны, оно поворачивается в сторону, ну, неожиданностей каких-то для вас. Но это приятные неожиданности, здесь не будет неприятных сюрпризов. Здесь, по сути, вот по карте колесницы, какой-то движок вперёд будет, да, какой-то рывок, какой-то прорыв. То есть вам удастся, я бы так сказала, кардинально трансформировать, изменить вот тот сценарий, который у вас был в прошлом и сейчас всё ещё имеет место, как последствия прошлого. Здесь рывок, здесь умение вовремя, да, воспользоваться возможностями, которые даёт жизнь, новыми возможностями. Восьмёрка жезлов, колесо фортуны. Вовремя воспользоваться новыми возможностями, что-то принять в свою жизнь из того, что вы никогда не рассматривали. Да, обратить своё внимание на что-то, на что никогда не падал ваш взор, вы это не считали никогда важным. Вот это аспекты жизни, которые меняют, трансформируют серьёзно вашу дорогу жизни сейчас. То есть процесс уже сейчас идёт, и он обращён в будущее, не в прошлое, а в будущее. Вселенная открывает вам дороги через какие-то случайности, через моменты, на которые, вот я же говорю, вы никогда могли внимания не обращать. Будьте внимательны к тем событиям, которые приходят в вашу жизнь, к тем людям, которые входят в ваше пространство, потому что они могут оказывать тоже серьёзное влияние на ваше будущее. Так, что ещё расскажут нам карты? Ну, карта, в общем, суд, такая трансформационная, она, конечно, про полную перезагрузку в свадьбе, да, не будет уже так, как было. Да, вот однозначно. Рассчитывать на прошлое здесь точно не стоит. По сути, это что-то, что умерло, да, что-то, что за ненадобностью ушло, ушло в небытие. Вы, может быть, не сразу готовы были это отпустить, а, может быть, и сейчас всё ещё не готовы. Но карта о том, что должно уйти, да, и она уйдёт. Хотим мы того, нет, цепляемся мы за это, да, зависим мы от этого. Либо независим. Будут происходить процессы, которые, ну, будут хаотичны изначально, да, мы будем думать, что вот хаос, какой-то беспорядок в нашей жизни, неопределённость, нестабильность. Но это всё такой процесс умершивления того, что не должно быть в вашем пространстве, да, чего не должно быть рядом с вами. Здесь трансформация идёт, как бы нейтрализация даже, по большей части, негатива. Либо же негатив трансформируется в какую-то энергию для вас, мощную, движущую силу. Видите, как Вселенная, интересно, да, работает над судьбами людей. Трансформирует количество негатива, оно у вас тут достаточно такое было мощное. Трансформирует в движущую силу, да, вот в энергетический поток, который станет для вас мощной, движущей силой для вашего будущего. У вас какая-то победа не за горами. Победа над обстоятельствами, покорение какой-то вершины, либо достижение какой-то цели. Может быть проблема какая-то давняя, волнующая вас, которая тянется из прошлого, будет решена. Здесь человек на коне и с жезлом, да, он победитель, он доволен жизнью. Он ощутил в себе силу, мощь, и он готов, в общем-то, дальше продвигаться по жизни. Да, он готов менять что-то. Самое главное, вот настрой этой карты, он такой боевой, позитивный, оптимистичный. Будет твердая уверенность у вас в завтрашнем дне, будет понимание того, чего вы точно хотите, да, какого сценария вы хотите. Давайте посмотрим вообще, какого сценария жизни вы сами хотите. Трочка жезлов. Ну, это как спокойная жизнь, как что-то очень медленно текущее, да. Вы устали, возможно, от бешеного ритма жизни, либо вы устали соответствовать модели поведения, которую социум вам надиктовывает, да. Это жизнь в режиме какого-то сумасшедшего темпа, где надо успеть всё. Вот я так предположу, да, что вы пытались жить в режиме многозадачности, пытаясь одновременно построить несколько фундаментов. Может, себе стабильность хотели какую-то обеспечить, да, на случай, если одна стена рухнет или там пошатнётся, да, как-то, чтобы была другая какая-то в запасе. Ну, невозможно так жить, невозможно. Застраховать себя от падения, от разрушений невозможно, потому что не знаешь, где оно рухнет, да, где оно треснет. Может и одновременно всё пойти под откос. Здесь вот так как-то произошло, скорее всего, в прошлом у вас. Видите, вот вы вынуждены были действовать, вынуждены были просто вот на бегу, на скаку, на скорости жить в режиме динамики. Что-то предпринимать очень быстро, принимать несколько решений одновременно. Надо действовать как-то, чтобы, ну, оставаться на плаву, да. Сейчас у вас мысли о будущем более спокойном, умиротворённом. Захочется абстрагироваться от этого мира, от социума. Не хотите какие-то лица видеть, да. Надоели, может, коллеги по работе, там, вы лет 20 на одном предприятии, может быть, работаете. Вам все просто изрядно надоели, ну, сил нет никаких, да. Родственники достают, может быть. Ну, люди разные бывают, ну, вот вам как вот идет совет, даже подсказка, вот как-то на себя обратить внимание, да. Построить вокруг себя пространство более уютное, более комфортное. Замедлить ритм жизни, быть собой, перестать играть какую-то роль. Социум ждёт от нас определённой роли, понимаете. Люди хотят видеть нас вот именно такими предприимчивыми, да, интеллектуально развитыми и так далее, прекрасно выглядящими, да. Вы как-то этой модели соответствовали очень долго, забыв при этом о себе. У вас другая стезя, да. Вы человек, ну, какой-то другой душевной организации. Я не могу сказать, что вы прям тонкая душевная организация, но вам чужды как бы другие. Другое мнение, другие позиции, другое видение. Вам чужда, вернее, то, что социум, да, вам предлагает. У вас всё другое, у вас всё какое-то, ну, вот оно как бы сосредоточено на вашем внутреннем мире. Вы не можете без гармонии внутренне что-то делать, жить. Вам это необходимо, вот, ощущать внутренний комфорт. То есть вы человек, который отказывал себе очень долго в чём-то, но трансформация вашего жизненного сценария, она действительно преображает ваше пространство и возвращает вас к вашему внутреннему я, истинному, да, вот тому я, которое дано вам от природы. Ну-ка, ещё трансформация вашего сюжета. Что здесь? Здесь приход человека какого-то в вашу жизнь, либо открытие какой-то перспективы. Вот здесь два момента. Либо реально человек меняет вашу жизнь, преображает ваше пространство, либо здесь идёт как вот открытие каких-то возможностей, да, вы сами берёте то, что идёт к вам в руки. После трансформации, да, что-то открывается, что-то становится ясным, понятным. Вы себя отождествляете, своё внутреннее гармоничное состояние, которое у вас будет после трансформации, вы начинаете примерять к своему будущему сценарию. Вы себя начинаете рассматривать в новом формате жизни, это новое пространство. Вы будете это пространство как-то обустраивать, да, под себя его делать, проектировать его под себя. Это будет очень стабильная жизнь, стабильная и такая, знаете, вот традиционная, да. Четвёрочка, она ведь про традиции, она ведь про такое что-то, что очень тёплое, близкое, да, вот душевное. Не захотите вы больше отказывать себе в удовольствиях каких-то, не захотите подчиняться тем условиям, условностям, которые вам диктуют люди, либо обстоятельства какие-то конкретные. Здесь желание жить по-другому, да, и вот оно трансформируется в это желание. Здесь идёт выход из череды сомнений. Видите, какой психологический у нас расклад получается. Мы прям скрыли все ваши душевные терзания здесь. Здесь страхи какие-то скрытые были. Очень много, ну, лет, может быть, или какое-то количество времени, достаточно длительное время, как вот себе сами ставили ограничения. То есть вам какой-то страх внутренний, да, внутренняя неуверенность в себе не давала изменить что-то. Идёт избавление от этого. Идёт избавление. Вот он, ваш тяжёлый период в жизни, по пятёрочке Пентакли, но именно по Луне идёт. То есть по причине ваших каких-то сомнений, да, вот какие-то шаги вот вами были сделаны, как вот не в ту сторону, да, не по той дороге вы пошли. Потом вдруг ощутили дискомфорт, стали понимать, что вас не устраивает та дорога, на которой вы ступили. И вот настолько оно, как бы, чувство это давлело над вами. Кажется, что вот оно прям вами овладело уже. Невозможно вам было больше находиться там. Вы просто не смогли отказывать себе в ваших желаниях, да, вот быть в этом состоянии жертвы. Это совершенно невозможно было. Но это всё причины. Это всё, это причины вашей страхи, да, причины, суть в этом. Ваша внутренняя неуверенность в себе. Вы ожидали перемен, что оно вот как-то будет само меняться, но этого не происходило. Трансформация вашего жизненного сюжета, она выходит вот в Верховную Жрицу, по сути. Карта мощная. Карта говорит о сложных, но очень весомых, очень значимых и важных изменениях во внутреннем мире. В вашем внутреннем мире. Вы себя по-другому ощутите. Вы мудрость какую-то получите, мудрость жизни. Мудрость жизни. Здесь именно мудрость жизни вас приводит к звезде. Здесь Верховная Жрица, там звезда. Будет принято в Вами какое-то мудрое решение, но оно не будет зависеть ни от социума, ни от обстоятельств. То есть над Вами ничто не будет давлечь. Вы это решение примете, потому что оно пойдет от сердца, от души. «Я так хочу». Да, оно может пойти в разрез с представлениями окружающих. Да, кто-то может Вас не понять и даже осудить, но Вам это будет безразлично. Вы скажете себе «Я так хочу» и так будет. Так действительно будет. И будет в Вашей жизни какое-то приобретение, какое-то приумножение. Шестерочка Пентаклей. Человек, раздающий что-то, человек, отдающий что-то, человек, удовлетворенный тем, что он имеет. Ему есть, что отдать в этот мир. Соответственно, он получит тоже очень много взамен от Вселенной. Здесь после трансформации Вашего сюжета может человек какой-то новый войти, либо мужчина, либо женщина, в зависимости от того, кто смотрит. Расклад Король Пентаклей. Человек перспективный человек, умеющий открывать дороги в этой жизни, умеющий и заработать, умеющий при этом свой внутренний потенциал раскрыть. Такая разносторонняя личность, которая прочно стоит на ногах. Этот человек, возможно, принесет Вам стабильность в жизни. Вот именно через этого человека Вы получаете стабильность в жизни. Человек поведет Вас по дороге жизни. Здесь вот идет прям очень важный, значимый человек, который... Вот Король Жезлов, да, энергичный, предприимчивый, огненный такой темперамент, но при этом интеллигентный, конечно. Видите, какой портрет человека. Здесь император, это интеллигентность. Вот это в крови, да, но либо есть, либо нет. Вот это... Когда неважно, что на Тебе надето, да, Ты не обвешан золотом, бриллиантами, одет совершенно в обычную одежду, но в Тебе вот эта интеллигентность, она чувствуется. Это невозможно скрыть. Человек прост, да, вот интеллигенция истинная, это простота отношения к окружающему миру. Это первый признак истинного интеллигента. Это вот такой мужчинка, мужичок, либо женщина, да, для кого-то. Ну, вот такой человечек идет. Да, после разбитого сердца, после какой-то боли, после пережитого неудачного опыта для кого-то вот тема отношений будет. Но еще трансформируется во что ваша жизнь. Возвращается доверие к жизни. Вы как-то начинаете пробуждаться внутренне, да, потому что напряжение чувствуется, опять же, да, вот восьмерка мечей, карта ограничений. Ну, понятно, откуда идет внутреннее напряжение. Когда обстоятельства сильнее тебя, и когда ты понимаешь, что вынужден приносить жертву кому-то в угоду, чтобы хоть как-то сохранить свою стабильность, это постоянное напряжение, это жизнь в режиме вот какого-то внутреннего напряга. Здесь будет совершенно другое. Здесь новая реальность, к вам возвращается вера вообще в справедливость, да, может быть, вы уже и в справедливость этого мира перестали верить, потому что прошлое было такое, что вы вынуждены были просто закрыть свое сердце, чтобы его не ранили, да, чтобы в душу не наплевали. Здесь вот как открытие идет вас этому миру, да, вы открываетесь миру, и мир дает вам новые возможности. Возможности для исполнения какой-то надежды. Вот девятка кубков. Исполнение мечт, надежд и карта преобразования, да, преобразование вашего пространства, как вот на удачу, на благополучие, на расцвет, на продвижение каких-то ваших задумок, планов. Тут открытие дорог идет. Вот как блок какой-то стоял раньше у вас, и негатив там мог быть, да, и ваша какая-то жертвенность, и внутренние страхи, да, такой раздрай какой-то внутренний, от отчаяния, от того, что невозможно было сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Здесь идет открытие дорог, ощущение внутренней свободы, и понимание, что я в этой жизни могу еще быть счастливее, да, я могу свою жизнь еще построить так, как хочет мое нутро, исключая мнение социума, да, я не хочу, чтобы на меня давили, я не хочу жить как все, я хочу быть счастливым в этом мире, да. В жизни она же такая, да, либо ты будешь хорошим социумом, либо ты будешь счастливым. Вот как-то вы выбрали изначально первый вариант, может сознательно, может бессознательно, но жизнь вас привела ко второму, да, к пониманию того, что лучше в вашей душе будет покой и комфорт, да, гармония, чем вы будете подчиняться мнению социума. Ну, еще одна карта на будущее, да, после трансформации. Семерка мечей. Ну, вот карта обмана, с одной стороны, да, но вот в контексте нашего расклада, ведь это карта такой проницательности, да, когда человек видит обман, когда человек имеет все, и вам нечего бояться, вам нечего страшиться, ни зависти людской, ни каких-то моментов, да, что вот все рухнет, то, что вы заново отстроили. Здесь человек просто живет, он получает удовольствие от каждого дня, и он изучает каждого, кто попадает в пространство. Вы будете сканировать каждого, кто попадает в ваше пространство. Будете видеть обман, вас жизнь научит этому, да, научит вас вот этой глубокой фильтрации людей. Есть энергии, которые вам на пользу идут, да, людские энергии, которые вам подходят. Вы можете с этими людьми партнерские союзы создавать, но есть энергии, которые вам идут не на пользу, разрушают вас. И вот в прошлом были такие люди. То есть был социум, разрушающий вас. Здесь такого не будет. Вы таких людей будете просто так вежливо, тактично из своего пространства убирать. Здесь идет четкое понимание того, кто должен быть с вами рядом, да, с кем вы хотите общаться и строить партнерские союзы, а с кем точно не хотите. Ну, вот такая трансформация вашего сюжета, такое преобразование вашего пространства вас ожидает. Пишите, что думаете. Ну, а на сегодня все. Всем пока. До новых встреч.